А ты такой холодный, как айсберг в океане, И все твои печали под темною водой. И все твои печали под темною водой. А нам все равно, а нам все равно, Твердо видим мы древнюю молву. Та-да, станет тот, кто три раза в год. Та-да-да-да, та-да-да-да-да. Всем привет! Вы снова на канале Аида Москва. Я тут, короче, ребята, ходила по просторам интернета И увидела у одного из блогеров, Что, оказывается, вчера был всемирный день борьбы с гипербуллингом. И несмотря на то, что сегодня уже 12 число, Я считаю, что это не мешает нам поговорить об этом дне. Потому что гипербуллинг – это очень близкая, Очень больная, очень тяжелая тема для любого блогера. Да, я, конечно, не такой знаменитый блогер, Как покойный дядя Слава, Или как Виталий Реутов, Или как Гуслик, Или как Хаски. То есть я такой начинающий стартерский блогер, короче. Вот. И сегодня я хочу обсудить вот эту тему гипербуллинга. Что такое гипербуллинг? Есть такое понятие, как буллинг. Буллинг – это когда вы учились в школе, И или вас, или вы мучили одноклассники. Просто в некоторых школах есть такое понятие, как буллинг. Причем чаще всего этот буллинг, Ну, говоря проще русским языком, Травля. Вот. Ну, это на самом деле очень жестоко. И не всегда это заканчивается словами, Или хорошо, если это просто какие-то там оскорбления, Или еще что-то. Иногда буллинг бывает и физический, И там, например, бывало, что люди, Одноклассники били друг друга, Или, например, макали головой в унитаз, Мазали зубной пастой. В общем, короче, полное издевательство над человеком. Да, может кому-то это показаться школьными шалостями, Но на самом деле для некоторых ребят это в будущем поломанная психика. Вот. И я, например, знаю одну такую девушку, Она очень известный человек, Я не буду называть ее имя, Но она в свое время пережила вот этот буллинг, Над ней жестко издевались, Пачкали ее в портфель в унитазе, Окунали его в унитаз. В общем, там такая была жестокость. И у нее до сих пор, Она уже взрослая, Она мэтт двоих детей, И вот у нее до сих пор вот эта вот ассоциация со школой не очень хорошая, Скажем так. Вот. Но сейчас появилось такое явление, как гипербуллинг. Это такое понятие, как... Это то же самое, в принципе, Только это все перешло на интернет. И, как правило, этим страдают не только школьники, Но и уже более взрослые люди, У которых есть дети, У которых есть семья. Вот мы иногда удивляемся, Почему такие подростки жестокие? Я очень часто сижу в сад рулетки, И там попадаются такие, скажем так, маленькие дети, подростки, Которые уже чуть ли не из пеленок, Уже умеют посылать на три буквы, Которые умеют там... Издеваться над внешностью. Некоторые мне говорят, Ты старая бабка, Ты уродина, Ты страшилка. И вот у меня возникает такой вопрос. А чему удивляться? Чему, собственно, удивляться, Если в наше время есть довольно-таки уже взрослые люди, Которые занимаются тем же самым, Которые издеваются, Которые обзывают друг друга. Вот. Поэтому, вот чему удивляться? Понимаете, Покойный дядя Слава, Он однажды правильно сказал, Молодежь и подростки, Это отражение нас самих. И то, что сейчас делают подростки, Да? То, что сейчас делают дети, Ругаются матом, Курят парилки, И так далее делают какие-то плохие вещи, Они всё это скопировали со взрослых. Если у нас такие жестокие взрослые, Да? Которые позволяют себе оскорблять людей, Да? То почему мы должны удивляться, Что у нас растут точно такие же дети? Так же ругаются матом, Так же курят парилки, Так же вот ведут себя отвратительно. Я недавно выложила видео про чудака, Где я пытаюсь достучаться до них, До их жестокости, Но вместо того, Чтобы понять, Насколько они неправильно И жестоко себя вели в адрес меня, Вместо этого, Знаете, что они сделали? Они сделали из меня мем. Они используют меня, Как смешную картинку, Хотя в этот момент Мне было совершенно не смешно, У меня была тяжёлая, Трудная, тяжёлая тема, А они вместо того, Чтобы меня поддержать, Они начинают меня гнобить, Причём очень жестоко, Понимаете? Очень жестоко гнобить. Я уже, Так как я инвалид, И практически вся моя жизнь, Это интернет, Я очень много сижу в интернете, Я уже, наверное, Лет 15 или 20 Сижу активно в интернете, Я первого мужа нашла в интернете, Я Сашку нашла в интернете, И, как бы, Я очень много общаюсь с разными людьми, И так получилось, Что у меня очень много было хейта в моей жизни, Оскорблений, Мне очень неприятно, Многие думают, Что я получаю от этого огромное удовольствие, Нет, ребят, Мне неприятно, Когда меня обзывают, Мне это неприятно, Понимаете? Неприятно, Но люди этого не понимают, Они пишут мне такие гадости, Что шутят по поводу зрения Сашки, Вы представляете, Есть люди, Которые шутят над Сашкиной слепотой, Им это, видите ли, смешно, Что мой Сашка не видит, Хотя, что в этом смешного, Я не понимаю, Я как-то давно написала, Что мы не ставим елку, Да, на Новый год, Потому что Сашка не видит, Они подумали, Что это шутка такая, Что это смешно, Но на самом деле, Мы не ставим елку, Потому что Сашка не видит, Ну а зачем ставить елку, Если он ее все равно не увидит, Зачем? Ну это же логично, А они подумали, Что это шутка, Вот, И что самое интересное, Что эти люди думают, Что это все безнаказанно, Что это все ненаказуемо, Нет, ребят, Вы ошибаетесь, 110 статья, Доведение до самоубийства, И там еще статьи оскорбления, Клевета и так далее, Это все наказуемо, Вот вы когда пишете, Вот эти оскорбления, Вы не думаете о том, Что человек может элементарно даже покончить с собой, Вы можете довести человека до самоубийства, Такими словами, Вы не знаете у кого какая психика, А вы потом всю жизнь будете перед Богом отвечать за то, Что вы довели человека до самоубийства, Вам не стыдно вообще? Я не понимаю, Вот что лично вам, Я плохого сделала, Или какой-то другой инвалид, Блин, я тут недавно наткнулась на видео про Гришу Аню, И вы знаете, Там были такие ужасные комментарии, А как она с ним спит? У всех вопрос, У всех практически один и тот же вопрос, А как они сделали ребенка? Господи, ну вы что? Вы что такие животные, Какие-то примитивные, Вас интересует только одно, Как Гриша Ани сделал ребенка? Вам это интересно действительно? Вы настолько животные, Что, блин, Вы даже не животные, Я не хочу обижать животных, Потому что они гораздо умнее вас, И вы даже не заслуживаете Такого великого звания животных, Вы хуже животных, Вы хуже животных, Как, я не понимаю, Как можно, Но это насколько нужно быть дебилами, Это насколько нужно быть конченными, Чтобы спросить у инвалидов, А как вы делаете детей? Вам что, Снять видео, да? Может вам видео снять, Как эти два замечательных человека Делают детей? Или как они Занимаются любовью? Вам это может быть снять на видео? Просто у людей иногда Такие вопросы, Это просто, Я не знаю, Мы что, Животные? Или что? Я вот прям читала комментарии, Или, например, Я бы не пожелала Этого бы человека Своей дочери О твоей дочери Никто ей не говорит, Чтобы она встречалась С таким человеком. Вот вы знаете, Вот иногда, Иногда Лучше действительно Промолчать, И ты зайдешь за умного, Чем внести вот эту вот ахинею, Просто ахинея. Вот несколько месяцев тому назад У одной женщины умер ребёнок. Она много лет за этим ребёнком ухаживала. И некоторые прям... Нет, понятно, Что есть вещи, да, Очевидные вещи, Которые, ну, как бы, Не стоит говорить, Чтобы лишний раз человека Не это самое, Не расстраивая, Понятно, что Из-за его, Вот то, что его уже нет, Ей чуть-чуть станет полегче. Это понятно. Но зачем открыто писать, Вот твой ребёнок умер, Теперь тебе будет легче жить. Вот. Ну вот как так-то? Чуть ли там не поздравляли её С тем, что её ребёнок умер. Вот реально, Вот осталось только... О, поздравляем! Вот только вот это осталось написать, И всё. В принципе. Я много лет состою в группе, Я не хочу название писать, Говорить, вернее, название. Я и так много рекламы сделала Этой группе. Но они меня замучили оскорблениями. Они меня замучили Вот этим троллингом бесконечным. Мне постоянно пишут, Чтобы я бросала своего Сашку. Да, я не спорю, Мне тяжело с Сашкой. Живя с Сашкой, Возможно, я лишаю себя Друзей, Работы, Каких-то развлечений. Возможно, Моя жизнь рядом с Сашкой Тяжёлая. Много приходится отдавать ему Своих сил, Энергий. Но я привыкла к этому. Это мой родной человек. Я не понимаю, С какой... Кстати, я должна бросать Любимого человека. Просто не понимаю. Да, мне порой бывает Очень тяжело. Непросто. Но это мой выбор. Я выбрала такую жизнь. Кто кому-то... Кто-то хочет С друзьями развлекаться. Кто-то хочет работать. Кто-то хочет что-то делать. А я вот хочу Вот так жить, Как я живу. Я считаю, Что кипербуллинг Нужно наказывать. И наказывать жестоко. Если человек думает, Что он в интернете Такой герой, Там может оскорблять Всех подряд. Вы даже не представляете, Как первое время Мне было тяжело На всё это реагировать. У меня были истерики. У меня были слёзы. У меня были... У меня болело сердце. Мне было очень плохо Вот от этих оскорблений. Я просто не понимаю, Почему, если мы инвалиды, Если я инвалид, Почему вы имеете право Меня оскорблять? Без конца трогают Мою внешность. Что я страшная, Что я уродина, Что я некрасивая, Что я выгляжу, Как старая бабка. Ну, вот это вот Особенно меня бесит, Когда я пытаюсь Изобразить Глафиру Петровну, Мне пишут, Что я придурочная. Хотя, Что в этом придурочного, Я не понимаю. Так что вот такие вот Пирожки с котятами. Вот. Ладно, я буду заканчивать Это видео. Подписывайтесь на мой канал. Сегодня было такое Разговорное видео. Вот. Поэтому Всех люблю. Всех целую. Всех обнимаю. Не забывайте о том, Что на моём канале Есть донатики. Это Добровольная помощь Любимому блогеру. Вот. Ну, а я с вами Буду прощаться. До новых встреч. Всем пока-пока. С вами была Аида Москва. Это режим Мои лампочки новые. Такой режим. Такой режим. О, у меня желтуха. О, помогите. У меня желтуха. Такой. Такой. Всем пока-пока, ребят. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok